13 августа 2024 год. Значит, спрашивает женщина меня в комментариях, почему я военный, рассуждаю о Курске, о последствиях захвата части Курской области вооруженными силами Украины. Не как военный, с точки зрения потерь каких-то частей, а как на политические какие-то темы. Объясняю. Очень просто, потому что я не военный, в классическом смысле. Я мобилизованный, понимаете? Я никогда не строил себе карьеру военную. Я работал всю жизнь, я рабочий. Просто, ну там, срочку ослужил в Крыму в 90-х. Ну, потом, в силу обстоятельств, благодаря Рашистской Федерации, меня в 14-м году мобилизовали, в 15-м демобилизовали, потом в 22-м мобилизовали. Это не моя судьба, это не мой выбор, это не моя психика вообще. Я там афоризмы пишу, понимаете? Я там, я не знаю, что-то на фортепиано, на гитаре игра. Я звезды снимаю планеты. Сегодня, кстати, сегодня, кстати, сближение Юпитера с Марсом. Посмотрите, редкое явление, 20 уголовых минут между ними будет. Не в том дело. То есть я объясняю, что я не могу смотреть на события как военные. У меня психика не та. Я же говорю, я не выбирал себе эту судьбу. Я вынужден защищать свою страну, потому что на нее напали. Понятно? Поэтому я смотрю и вижу основное. Украина стала первой страной в мире, государством, страной, которая отымела Российскую Федерацию. Это важно, правда важно, понимаете? То есть сколько бы еще ни просуществила Российская Федерация, навсегда останется на это, что девственность ее лишила. Это Украина, понимаете, оккупировала первый раз территорию Украины. И, конечно, вы можете сказать, что то же самое сделала и Россия с Украиной. Вы понимаете разницу? То есть Украина, ну, в мире 200 стран. Из них там самых два первых бугая. Это Америка, там, до зубов вооруженная, с такими мышцами, там. Вторая это Россия. Российская Федерация. Без всех вторая армия мира, это не шутки, да? То есть никакой Китай, там у него нет военного опыта, никто не сравнится. Никакие Франции. То есть атомное оружие. Все, все есть у Российской Федерации. Самое большое государство мира. Серийный насильник, который уже оккупировал, там, захватывал территории и в Грузии, понимаете. И Армении, там, помогал держать руки Азербайджану, там, и там, самым. Здоровенный бугай, насильник, серийный. И никто уже не удивляется, что такой серийный бугай, блин, может изнасиловать, там, не знаю, напасть, там. Вы же не удивитесь, если, блин, там, какой-то здоровенный амбал сорокалетний, 110-килограммовый, как и я, блин. Понимаете, там, 18-летнюю девочку какую-то заломает. Да? То есть это нормально, ну, как бы, по физическим параметрам, это первый раз, и это останется навсегда, понимаете. Что Российскую Федерацию отымела Украина. Мы, украинцы, отымели. Те, вот, ну, представляете себе, здоровенный какой-то амбалюэр, такой, блин, навалился, блин, своим пузелом, блин, нафиг, как, я не знаю, Рогозин там, блин. Вот, на девчонку, 18-летнюю, она взяла его и отжарила, публично, на глазах у всех. Лишил это, вот это, понимаете, его там, дефлорацию произвела не в самое лучшее место, не в самом лучшем месте. И это уже навсегда. Понимаете, то есть сколько бы ни просуществовала Российская Федерация, первый будет, кто ее отымел, это Украина. И нам, как украинцам, это невероятно приятно. Знаете, почему? Потому что они та же Америка, которая, глядя, как Украину, страну, вот эту, ну, довольно тщедушную, правда же, да? Ну, там, мы там, я же говорю, в 13-м году мы даже призыв в армию отменили. Отдали все свое вооружение Российской Федерации. Ну, что продали, что отдали, тут вопросов нет. Я, как бы, не пытаюсь святости какой-то придать Украине нашим действиям. Я сам думал, что Россия, наши братья, до 14-го года практически. И вот это, ну, то есть и Америка, и Европа, блин, вполне здоровые, серьезные, сильные, там, я не знаю, 200 стран в мире, будем считать, 200 населения нашего города, поселка, блин. И они все смотрели, как с 14-го года этот здоровый амбал Российская Федерация мутырит, насилует Украину, блин, понимаете? И никто ничего не делал, ничем не помогал даже. Единственные, у кого оказались, блин, вот опять же, мой афоризм, понимаете, есть такое. Нынче, чтобы смотреть в будущее, нужен не только хрустальный шар, но и стальные яйца. Только стальные яйца на это будущее оказались только у Украины. И мы, украинцы, именно показали всему миру, что Россия там со всеми ядерными прибамбасами, со всеми этими пулеметными лентами обвешанными, блин, что она ничего из себя не представляет. Как только ей, блин, даешь в зубы, блин, оказывается, что у нее не стальные яйца, а, блин, там какие-то, я не знаю, блин, с Переполкиной, блин, нафиг этот самый, яички, блин. И она ничего не может сделать. Сейчас мы оккупируем, Украина оккупирует часть Хурской области. Что делает Россия? Ходит, стоит, ноет там, блин, нафиг, где ваши, блин, ядерные дубины, где ваши, блин? Весь мир, никто в мире не смог этого сделать. Зассала и Америка, зассала и Европа, зассала и Франция, глядя, как насилуют Российская Федерация и Украину. Все ссали, молчали, отворачивались, блин, нафиг они. Делали вид, что они ничего не видят. И только Украина, только Украина смогла, блин, дать по зубам этому здоровенному амбаду. Это важно, понимаете? Не то, что у нас там мы там какую-то бригаду потеряли. Мы этих бригад, мы не потеряли еще, не надо там ничего, кстати, приписывать. Это просто там, гипотетически говоря. Конечно, там погибают сейчас пацаны, но они у нас погибают с 14-го года. У меня первый погибший был в подразделении, в 92-й бригаде я был. Это было 20 сентября 2014 года. Вы думаете, у меня не погибают сейчас пацаны сколько там? Погибают. Но, понимаете, Россия, она постоянно убивает. И убивать будет дальше. Но Украина оказалась той первой страной, которая смогла дать отпор и смогла дать ответку. Вот и все. И это останется навсегда в истории, понимаете? Поэтому потеря бригад. Нам не хотелось, блин, лишать Россию девственности, понимаете? То есть, опять же, к своему афоризму возвращаюсь. Иногда, чтобы лишить девственности, необходима определенная муженость. Необходимо определенное мужество. Так вот, это мужество оказалось только Украиной. И это важно. Это правда важно. Это публично произошло на глазах всего мира. Так что, а вы мне про то, что потеря? Потеря у нас уже десятки, сотни тысяч. И весь мир стоял и молчал. Пока мы не взяли и не отрезали яйца этой Российской Федерации. Не показали, что ее ядерная дубина. Это, блин, какая-то ПР, блин, нафиг. Продолжение следует...